МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, репортеры программы Республика. И я, Татьяна Молокова, о главном в Чебоксарах Чувашия и за ее пределами сегодня в выпуске. Лучше, больше и лучше новые троллейбусы закупят для Республики за федеральные деньги, что сказал министр после визита в Чувашию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из дома бегом домой в химзащите. На нашествие блох на Учбоксарске. Спасайся, кто может. Врачи заговорили о чуме, о расследовании программы. Финал марафона добра. Сколько удалось собрать, кому помогут стать счастливее и почему современные рыцари творят добро именем детства. В начале о погоде на Чебоксары и окрестности обрушился тропический ливень. Штормовой ветер с порой до 27 метров в секунду валил деревья. Одно из них упало на детскую площадку. К счастью, на ней никого не было. Стоки не справлялись с потоком воды. Некоторые улицы превратились в едва ли не в реки. В районах Республики выпал град. При этом гидрометцентры заявили, что такая погода не свойственная для Центральной России. И предупредили жителей соседних с Чуваши регионов о возможности появления настоящих торнадо. Как его называют, воронка смерти впервые в истории метеонаблюдений зафиксирована в Тверской области и движется в сторону Среднего Поволжья. К другим темам. В Чувашию в этом году могут поступить еще несколько новых троллейбусов. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. Это результат тесного взаимодействия правительства Республики с Минпромторгом Российской Федерации. Напомню, встреча главы ведомства с руководителем региона Олегом Николаевым состоялась 27 июня. Тогда была достигнута договоренность о поставке дополнительного электротранспорта в регион. 68 новых троллейбусов уже ездят по улицам Чебоксары и Новочебоксарска. Они закуплены в рамках федеральной программы. На эти цели из резервного фонда страны потратили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Вот как заявление федерального министра прокомментировали Республики в региональном Минтрансе. В настоящее время Минпромторгом России определяется как бы сумма финансирования. И соответственно будет уже определено при количестве троллейбусов, которые будут закупаться. В течение августа месяца, надеюсь, Минпромторгом это как бы цифра, она более конфликтизируется. И еще одна новость сегодня пришла из Москвы. В Министерстве природных ресурсов и экологии России одобрили программу реализации сразу двух национальных проектов в Чувашии. Речь о программах «Чистая страна, экология» и «Жилье и городская среда». Так в рамках первого в Ядрине наконец займутся рекультивацией полигона твердых бытовых отходов. Благодаря второму построят очистные сооружения. Начало строительства запланировано в следующем 2022 году. Объект рассчитан на мощность на 2400 кубометров в сутки. В настоящее время ведется разработка необходимой проектно-сметной документации. Хочу обратить внимание по поводу реализации федерального проекта «Здоровнение Волги» на территории Чувашской республики. Как раз в этом году разрабатывается проектно-сметная документация. И сам проект будет реализован в 2022 году – это строительство очистных в городе Ядрин. Параллельно ведется работа по реконструкции и ремонту водонапорных башен. В региональном экологическом ведомстве республики сообщили, что подробности проектов будут известны в ближайшее время. Однако уже назвали конкретные сроки реализации программ. Рекультивация свалки города Ядрин запланирована на 2022 год. Заявка Чувашской республики Минпрода России доведена. Комиссия Минпрода нашу заявку рассмотрела и одобрила. И, соответственно, надеемся, что в 2022 году поступят федеральные деньги в размере 36 миллионов рублей. И проект будет реализован. Существующая свалка, санкционированная, которая была закрыта в 2019 году, будет в соответствии с проектом. Программу поддержки детства глава Чуваши Олег Николаев обсудил в формате видеоконференции с основателем, лидером Российского детского фонда, писателем и общественным деятелем Альбертом Лихановым. Вся жизнь Альберта Лиханова связана с детьми и молодежью. Он прошел путь от журналиста и писателя до защитника маленьких и обездоленных. Возглавляет Российский детский фонд, который помогает детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченным семьям, юным талантам. В прошлом году в состав фонда вошла общественная организация «Фонд защиты детей», которая была создана по указу президента страны. Чувашское региональное отделение возглавил Юрий Кислов. Сегодня стороны обсудили меры взаимодействия для адресной помощи нуждающимся. В этом году работа по общественной организации по поддержке детей, она выходит на новый уровень. И здесь мы, конечно же, намерены максимально поддерживать деятельность этого фонда, регионального представительства вашего фонда, который вы возглавляете, с тем, чтобы он работал максимально эффективно и вот эта совместная деятельность приносила максимальную пользу. В Чебоксарах сегодня подвели итоги республиканского марафона именем детства во имя детства. В акции «Добра» участвовали общественные организации, предприниматели и просто неравнодушные. На благотворительные цели удалось собрать 5 миллионов 800 тысяч рублей. На эти деньги купят книги, мебель для детских домов и школ, медицинское оборудование для реабилитации детей и инвалидов. Также средства пойдут на лекарства больным детям, помощь малообеспеченным семьям, поддержку юных талантов и спортсменов. Российский детский фонд был создан 30 лет назад региональному отделению в Чувашии 25. И все эти годы каждый житель вносит свой посильный вклад в акцию «Добра». Реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья общественная организация неоднократно помогала с закупкой дорогостоящего медицинского оборудования. Такая работа в рамках общественных организаций, в рамках благотворительных фондов позволяет очень гармонично добавить чего-то, дойти до каждого ребенка и дополнить вот эту большую масштабную работу, которая проводится под эгидой государства. Ну и, конечно же, достичь максимального успеха. Важна не сумма, а важно самоучастие. И вот чем больше будет нас, людей, которые участвуют в этом активном, тем больше будет, конечно же, возможностей дополнить, соответствующим образом дойти до каждого, ну и, конечно же, охватить вниманием всех детей, которые в этом нуждаются. Сейчас последние данные из оперативного штаба. За истекшие сутки положительный тест ПЦР получили 73 жителя Чувашии. 10 человек не смогли справиться с инфекцией. Статистика приближается к рекордным показателям первой волны пандемии. Ситуация в регионе остается напряженной, но контролируемой. Набирая темпы и вакцинации, и уже ревакцинация населения по-прежнему на выбор три двухкомпонентных препарата. Гам-Ковид-Вак, он же Спутник Ви, Кови-Вак и Эпи-Вак Корона. Недавно в регионе появилась и однокомпонентная вакцина Спутник Лайт. В городской клинический центр поступила вакцина Спутник Лайт. Ей прививаются лица ранее переболевшие и лица, которые прививались шесть месяцев назад двухкомпонентным гам-Ковид-Вак. Исходя из показаний и противопоказаний пациента, только врач решает, какой вакциной прививается пациент. Добавлю, что ревакцинироваться может каждый. Главное условие, чтобы после полного цикла первой прививки прошло не менее полугода. В регионе работает 56 стационарных и 13 мобильных прививочных пунктов. Сегодня Центральная избирательная комиссия Чуваша зарегистрировала четверых кандидатов в депутаты Государственной Думы 8-го созыва. Удостоверение получили представители КПРФ Владислав Цапин, ЛДПР Константин Степанов и Вячеслав Соловьев и член «Единой России» Леонид Пронин. Регистрировали будущих кандидатов в порядке предоставления документов. Первым в цикл республики пришел представитель КПРФ Владислав Цапин. Он претендует на мандат депутата по Канарскому округу номер 37. Каких-либо нарушений в пакете документов члены комиссии не обнаружили. Получение удостоверения кандидата в депутаты Государственной Думы оно с мной сопоставимо с тем, когда я получал удостоверение, вернее партийный билет члены КПРФ. Но теперь я более чувствую ответственность за судьбу избирателей. Также без проблем прошла регистрация представителей ЛДПР. Константин Степанов и Вячеслав Соловьев планируют баллотироваться по Чебоксарскому и Канарскому избирательным округам соответственно. Главное, чтобы вы и ваши избиратели по итогам выборов остались довольны. Надежда на победу. Ощущения полностью положительные. Мы с успехом прошли этап выдвижения, этап регистрации, потому что та работа, которая проводится региональными отделениями партии, она, конечно, дает о себе знать. Мы были первыми, кто зарегистрировал списки и вот являемся одними из первыми, кто зарегистрировал уже на Государственную Думу в качестве одномандатников. Ожидаем напряженной борьбы. Удачи вам. Поздравляем. Леонид Пронин, претендующий на мандат депутата по Канарскому округу, также получил удостоверение зарегистрированного кандидата. Настроение, как и прежде, рабочее, боевое. Мы планируем сейчас провести работу в первую очередь и уже проводим по сбору наказов наших избирателей, которые войдут в основу народной программы партии «Единая Россия». Фактически работа проделана уже огромная. Есть понимание повестки, как локальной, так и региональной. Всего в Чувашии на два мандата депутатов Государственной Думы России 8-го созыва выдвинулся 21 человек. Девять из них уже зарегистрированы. Конкурентность, наверное, есть. По России 14 политических партий имели право участвовать в выборах Государственной Думы без сбора подписей. Большинство этим правом воспользовалось. То есть более 10 кандидатов, мне кажется, это очень высокая конкуренция. И избирателям будет из кого убирать. Из кандидатов, из программ, из политических предпочтений. Завтра, 4 августа, заканчивается процедура подачи документов на регистрацию кандидатов. Желающие баллотироваться в Госдуму еще могут успеть подать документы. И уже через неделю станет ясно, какие фамилии будут включены в избирательные бюллетени. Ева Крутова, Татьяна Молкова, Бахтияр Вилеев, Республика. 21 человек на два места. Конкурс как в престижный вуз. Предвыборная гонка скоро вступит в активную фазу – агитацию. Кандидаты начнут встречаться с избирателями, рассказывать о своих программах, собирать наказы. В преддверии старта предвыборной гонки репортеры республики вышли на улицы города и узнали, собираются ли жители Чувашии идти на выборы и насколько доверяют избирательной системе страны. Надо ходить, выбирать всем, кто может. Начиная с молодежи и кончая пенсионерами. Всякие бывают моменты негативные, поэтому, чтобы люди были спокойны, что все честно, правильно и так далее. Все это прозрачно, все видно, можно отследить, то никаких вопросов не возникает. Я считаю, что на выборах видеокамеры можно использовать, но только если они фиксируют, скажем так, общее положение в зале. Мы выбираем свою жизнь, жизнь нашей республики. Жители пятиэтажки по улице Солнечная в Новочебоксарске закусали блохи. По словам управляющей компании, антисанитарию развели любители животных. В подвале десятки кошек. Одни жильцы закрывают слуховые окна, другие выламывают заглушки и несут корм для животных. Кара для всех одна. На людей в квартирах и на подступах к дому нападают блохи. Екатерина Шеверова отправилась на поиски опасных кровопийц. Дом 17 по улице Солнечная в Новочебоксарске. В подъезд только бегом или в припрыжку людей заели блохи. Маленькие кровопийцы раньше терроризировали только жильцов нижних этажей. После проведенной дезинфекции насекомые расселились по всей пятиэтажке. Мы обратились по вопросу укусов к инфекционисту Чебоксарской центральной городской больницы. Как выяснилось, блохи на теле человека не живут, предпочитают животных и птиц. Обычно насосутся крови человеческой и обратно к своим хозяевам. Заболевание основное и самое тяжелое, которое было связано именно с блохами, это чума. Хотя, в принципе, они могут и салмонеллез передать, и пситокоз, и рикетсиоз. И есть тиф, который передают блохи раньше, в средние века. Да, мы ходили с собачками маленькими, с животными какими-то на руках. Почему? Потому что сами животные привлекают этих блох, и блохи, так сказать, не кусают человека. А поселяются на этих собачках. Это был метод борьбы. А у Дмитрия метод борьбы современный. Чуть ли не каждый день, как за молоком или хлебом, бегает магазин за дихлофосом, чтобы хоть как-то выспаться ночью. Дмитрий купил квартиру в феврале этого года. Наконец-то своя жилплощадь. Сделал ремонт. И тут такой вот сюрприз. Если они блохи имеются, они все равно заберутся в дом. Пол у меня наливной, как бы залитый, и они вот через окон пробираются. Ну, то есть дышать нечем дома. Ну, приходится окна порой все равно проветривание проводить, и они заходят. Эти маленькие кусачие насекомые не любят жару, поэтому прячутся летом вот в таких вот подвалах. Местным жителям вечером с заходом солнца без вот таких вот костюмов не обойтись. Последний раз блох в подвале отравили чуть больше месяца назад. Спасу все равно нет. Жильцы просили процедуру повторить. Человек с распылителем появился только вместе с нашей съемочной группой. Это в несколько этапов проводится? Да, да. А сколько этапов должно быть? Ну, вообще два, три. Два. Вообще с одного уходит. Если вдруг остается, то делаем как бы повтор. Потому что они еще больше активированы могут быть. После первой травмы, да? Ну, это в зависимости от ситуации. Смотря какая ситуация. То есть, бывает, сразу умирает, а бывает, остается и приходится второй раз. По закону, управляющая компания должна изводить насекомых по плану и по заявкам. Если в подъезде поселились насекомые, необходимо обратиться в управляющую компанию с заявкой на обработку. Обращаем внимание, что за невыполнение требований и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена административная ответственность. Касаемо жилых помещений, дезинфекцию должны проводить сами собственники МКД. Минувшую ночь в доме 17 на улице Солнечной в Новочебоксарске спали спокойно. Но окна по старой памяти открывать решились немногие. Екатерина Шиверова, Павел Ракетин, Республика Новочебоксарск. И лают, и кусают. Жители поселка Кугеси боятся выйти на улицу и отпускать детей на прогулку. Бродячие собаки терроризируют целые кварталы. Ответственные чиновники пытаются решить проблему, что называется кабинетным способом с бесконечными бюрократическими процедурами. Бубики и шарики, жучки и тузики не читали никаких законов. Они просто отстаивают свою территорию. Репортеры Республики Анастасию Басникову тоже облаяли. Перед тем, как выйти на улицу, жители многоэтажек вынуждены провести разведку местности. Оценить, так сказать, оперативную обстановку. Вот сегодня под окнами собачьей свадьбы. Лучше остаться дома. Много собак бегают. Еще они лают по утрам, очень сильно мешают спать детям. Также и по вечерам лают. И я иной раз сама даже боюсь с ребенком на коляске проехать мимо. Хочу, чтобы как-то решили эту проблему в нашем дворе. Они давно бегают? Давно. Вообще, каждую осень. Постоянно обострение. Собачки бегают. Первое слово вместо классического «мама» или «купи» – «гав-гав». Детеныш знает, кто лает и кого кусают. Взрослые бьют тревогу. Писали, куда следует, откуда следует отписки. В итоге собака лает, ветер носит. В таком состоянии они на людей бросаются. В данном случае вот у нас на работе они сидят, несколько штук. Сейчас две беременные ходят. Ждем пополнения, не знаем, что делать. Связывались с администрацией, связывались с ветеринарной. Вот у нас там, к этой клиникой. Ну, я так понимаю, никто ничего не может, потому что нет. Я так поняла, нужно их отловить, отвезти в ветеринарку. Там их стерилизуют, но ловить некому. Вся проблема, я так поняла, в этом сейчас ловить некому. Поэтому они размножаются, живут. Скоро будет вообще очень много собак. Собак много уже сегодня. В Чебоксарах есть приют, единственный в регионе. На полтысячи хвостов – битком. Новые только построят, хотя уже сейчас готовы забрать с улицы животных. На сегодняшний день мы можем принять 15 собак. Однако, благодаря главе Чувашьей Республики сейчас выделяется финансирование на 40 вольеров. Заключаем в данный момент стадии заключения выставления на торги этого лота, то есть на закупку этих 40 вольеров. Но даже когда приют достроят, содержать здесь собак смогут только 20 дней. Потом снова на улицу. Потом снова в стае. Необходимо нам сначала отловить и привезти в госсветслужбу. Они там простерилизуют, вакцинируют. Это в порядке 749 рублей. За 749 рублей, я разговаривал со многими предпринимателями, они не берутся за это дело. Но даже когда отлавливают, увозят в соседнюю Мариэл, больше некуда. Убивать запрещено федеральным законом. Выхода из ситуации, кажется, нет. Вой по-собачье. К осени появятся милые щеночки, которых их хвостатые и зубастые мамы воспитают как лидеров стаи, вожак в которой не человек. Анастасия Басникова, Валерия Ильина, Николай Скворцов. Республика. Поселок Угеси. Запах краски постепенно покидает учебные стены. Школы заканчивают наводить лоск. Но чтобы школу позволили открыть, следует удовлетворить с требованием надзорных органов. В Чебоксарах стартовали приемки образовательных учреждений. На что комиссия обращает особое внимание, расскажет Рифат Фаткулин. Чебоксарская школа номер 59 готова хоть сегодня начать уроки. Кабинеты в полной готовности. Специальная комиссия, куда входят специалисты управления образования, сотрудники Ростехнадзора, МЧС, МВД и Росгвардии, заглядывают буквально в каждый уголок. В поле зрения все. Документация, учебные планы, оснащенность классов мебелью, оборудованием. Особое внимание, конечно, к санитарным нормам. В бой с коронавирусной инфекцией идут рециркуляторы воздуха, санитайзеры и такие вот дезинфекторы со встроенным инфракрасным термометром. Измерение температуры и проведение дезинфекции. То есть быстро, поточно, все. Вот он обрызгнул. Тут мое лицо сразу и моя температура тела. 36,4 вот написано. Особая кровопроверки – безопасность учащихся. Школа оборудована и видеокамерами, и тревожной кнопкой, и противопожарной сигнализацией. В здании должны быть в наличии и первичные средства пожаротушения. Надо смотреть, чтобы был исправен пломба одноразовая, давление, чтобы соответствовало, и чтобы самое главное – расту, потому что у нас был пломба нетушительный. Пристально следят и за антитеррористической защищенностью. Работа по городу Чебоксара проведена большая. Созданы необходимые условия по антитеррористической защищенности. В частности, это периметр всех наших объектов, обнесен ограждением. Установлены новые, в том числе, откатные ворота. В детских садах у нас для безопасности установлены домофоны, для того, чтобы можно было ограничить доступ, скажем так, посторонних лиц. Это и видеонаблюдение, это освещенность. Комиссия будет принимать экзамен у школ две недели. Время навести лоск еще есть, ведь процесс обучения должен быть комфортным для каждого ученика. У нас школа является пунктом проведения единого экзамена. И мы начали подготовку, в общем-то, с 1 июля только. Но, несмотря на это, школа на сегодняшний день 100% готова к приему детей с 1 сентября. Проведены ремонтные работы, оформительские работы. Замечаний по приемке у нас нет. Школа поддерживается ежегодно в хорошем состоянии. В столице республики 62 учебных заведения. В школах надеются 1 сентября увидеть учеников не через экраны компьютеров, а на праздничной линейке. Рифат Ваткулин, Игрызверев, Республика. В Республике реализуется проект по внедрению бережливого производства «Эффективный регион». Он призван оптимизировать процесс регистрации гражданина в качестве безработного в центрах занятости. То есть сократить трудовые, временные и материальные его затраты. 2020 год дался нелегко и тем, кто потерял работу и сотрудникам центра занятости. Из-за увеличения числа безработных почти в 7 раз выросла и нагрузка на специалистов службы занятости. Подробнее об этом вы узнаете прямо сейчас. А я, Татьяна Молокова, с вами прощаюсь. До завтра. Лишние бумаги, волокита, сбор и копирование документов при трудоустройстве неудобно, долго, непонятно. Теперь длительная обработка данных в прошлом. В рамках концепции бережливого производства в органах службы занятости реализуются оптимизационные процессы. Это в первую очередь касается такой процедуры, как подача заявления на регистрацию в качестве безработного. И на сегодняшний день все удобства для граждан уже реализованы на портале «Работа в России». Можно подать дистанционно заявление на регистрацию в качестве безработного. Это в первую очередь существенно экономит время и средства наших граждан. Олег Ермолаев обратился в Центр занятости, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного. Заходим в пандемию, остался без работы, решил встать на биржу, узнал, что можно это сделать дистанционно. Отправил заявление, прикрепил резюме, где все было просто, удобно. Заходим в раздел «Работа и занятость», есть раздел «Получение пособий по безработице». Проходим поэтапно и получаем услугу. На сегодняшний день по закону о занятости населения для признания безработным и назначения пособия требуется два посещения. Подать заявление на пособие и предоставить документы. И через 10 дней, чтобы получить статус безработного. Следует понимать, что за это время специалист центра подбирает человеку до двух вариантов подходящей работы. Я сейчас вам выдам направление в организацию. Здесь в шапочке указан номер телефона работодателя. В течение трех рабочих дней нужно посетить работодателя. Идете на собеседование. Таким образом, для признания человека безработным потребуется одно посещение вместо двух. А время приема сократится до 10 минут вместо 55. Редактор субтитров А.Семкин